Музей города Кингисепа. Сегодня в нашем выставочном зале открывается выставка художественных работ студии-мастерской Арины Юрьевны Дау. Живопись старых мастеров. На нашей выставке представлено 62 художественные работы, копии картин старых мастеров, выполненные в технике многослойной живописи. Вот уже в третий раз в нашем музее выставляются работы участников и руководителя студии. Я с удовольствием познакомлю еще раз наших гостей с Ариной Юрьевной. Арина Юрьевна – член Союза художников Санкт-Петербурга и России, автор статей и методических разработок в области изобразительного искусства. Арина Юрьевна работает в различных жанрах. Занимается керамикой, куклами, живописью, графикой, иллюстрацией книг, батикам. Но главное ее дело – это монотипы. И вы знаете, ее даже называют королевой монотипы. Она проводит мастер-классы по различным техникам, а также обучает живописи. Работы Арины Юрьевны находятся в частных собраниях России, Франции, Соединенных Штатов Америки, Финляндии и Латвии. Старыми мастерами называют художников, начиная с Ян Ван Эйка, нидерландского художника, который приблизительно в 1435 году открыл для мира живопись маслом и показал ее потрясающую красоту. Помимо открытия новых красок, он разработал способы работы с ними, а своими работами показал совершенство техники и убедил мастерством исполнения. После этого техника распространилась по всей Европе. Своего расцвета живопись старых мастеров достигла в Голландии и Нидерландах к 17 столетию, когда работали непревзойденные до сих пор живописцы, как Рембранд, Рубенс, малые голландцы и их последователи. Это самая сложная техника и самая интересная. В чем ее уникальность? Отличие от других? Мы спросим у Арины Юрьевны. Пожалуйста, вам слово. Дамы, дорогие, мы в Луфонске, в Есепи, это большая радость. Это наша вторая студийная выставка здесь. Мы привезли вам работы, новые работы, показать их своим друзьям. Мы понимаем, что здесь нас понимают, хорошо принимают, и это нас очень радует. Здесь представлены работы моих учеников, это мои ученики. Мы учимся живописи, копируя. В данный момент мы выступаем как художники-исполнители. Ну так как, например, музыканты-исполнители. Да, это тоже замечательное искусство, актеры-исполнители. Каждое слово и каждую работу можно исполнить по-разному. Зависит от того, что мы туда вкладываем. Вспомним замечательного Смуктуновского, который читает Евгений Онегина. Он перевоплощается, он показывает нам все состояние, всю атмосферу. И вот здесь практически выставлены работы, на которые на самом деле затрачено очень много сил. И художник с художником пытается подружиться, узнать, поучиться, научиться. Традиция копирования у нас, в принципе, прервана. Поэтому нам интересен еще и путь расследования, исследования каждой работы. Если внимательно вы посмотрите на каждую и постараетесь войти туда, то вы почувствуете то тепло, которое заложено, тот интерес, ту любовь к изобразительному искусству. Сейчас удивительное время, когда визуальных искусств достаточно много. Каждый у нас имеет фотоаппарат, компьютер. Мы готовы очень быстро получить изображение. Старые мастера очень вдумчиво работали над изображением. Они высекали буквально сантиметр за сантиметром у какой-то неведомой реальности. Живопись, родная дочь архитектуры. Когда появилась архитектура, появилось желание сделать окно в абсолютно новое пространство. Это волшебное пространство, пространство созерцания, пространство, где можно черпать какие-то удивительные силы. Когда вы проходите в музей, бывает, какая-то работа вас цепляет особенно. И когда вы подходите к ней и смотрите, и тут-то начинается кино, и вы можете услышать голос Джаконды, и вы можете посмотреть, как она встала, повернулась. И вот этот вот момент, он лично к вам обращен. Не вообще ко всем, а лично к каждому. Особенностью нашей выставки здесь является то, что мы показываем коллекции. Вот это вот коллекция замечательного художника Луиса Милендеса. Это 18 век. Мы очень любим этого мастера. Это очень большой, щедрый души человек, который в Испании пишет к красоту Испании через натюрморт. А мы учимся у него. Мы учимся у него моделевки в форум. Мы учимся у него композиции. И он так дивно складывает эти натюрморки чудесные. Мы очень любим художника Луана Дейвиса. Это хема работы, которую мы уже положили на этой стене. Он и его ученики. Вообще, каждая работа, она необычайно трогательна. Она сделана кисточкой, руками, пальчиками. На каждую работу пошел не один месяц. Не один месяц работы. Вот здесь выставлены работы рыцаря цветов. Это французский художник Латун, который просто боготворил цветы. Писал их от всей души. Мы учимся у него тоже. Тут присутствуют мои замечательные ученики. Ученики, где вы? Вот Юля Штерн. Да, вот Катя Батьянова, Татьяна Батьянова. Нина Виноградова. Майстрок наша замечательная Эльвира. Вот там вот Альфа и Галамага прячутся. Они приехали сюда специально, чтобы поучаствовать в открытии в нашем новом начале. Наши работы живут тогда, когда вы на них смотрите. Конечно, когда зритель своей фантазией способен обогатить. Обогатить вот этот зрительный, визуальный опыт к себе. Как бы впустить. Вот еще такой маленький момент. Я могу говорить много. Рассказать вам об особенности этой выставки. Значит, мы показываем вам коллекции. Босхарт, Хем, Руиз Милендес, Латур. Еще множество художников. Это вокруг. Но особенно хотелось бы сегодня ваше внимание обратить вот на вот этот вот уголочек. Это совершенно замечательный художник Владимир Сверчков. Мы узнали о нем, в общем-то, случайно. Пришла ко мне дама искусствовед, которая снимала мастер-классы. Она оказалась экспертом по этому художнику. Художник был забыт. А сами знаете, что значит забыть в истории. Был человек, да забыт. И вот она занялась исследованием его творчества. Это 19 век. Вторая половина. Художник оказался нам необычайно близок. Ну, во-первых, тем, что он работал в технике старых мастеров. Тем, что он изучал, изучал эту технику. Большущий мастер. И, между прочим, помог ему, как бы, войти в свою карьеру, войти в свое истинное озвучание. Барон Штибельц. Посмотрите, как удивительно завязываются вот эти вот карамбольные нити. Мы здесь, совсем недалеко здесь, похоронен Барон Штибельц. И вот случилась некая история. Молодой человек, военный, и по просьбе своих родителей строил военную карьеру. Кстати, папенька его был в Финляндии. Ну, наместником, генералом. Наполовину он был Фином. И вот можете себе представить. Этот молодой человек в один прекрасный момент говорит, «Нет, я больше не хочу быть военной. У меня страсть к искусству». На что, собственно говоря, родители негодований. И молодой человек уезжает в Германию. Вот по пути в поезде, по пути в Германию, он делает зарисовки, какие-то чуды. Берет свою большую черную папку, открывает, смотрит, уходит целиком в свои зарисовки. И вдруг приходит замечательной красоты, встроенная дама. Постарше его и говорит, молодой человек, а что это вы художник? Он говорит, да, я художник. И познакомились, и эта дама оказалась женой барона Штепельца. Вот так состоялось знакомство, совершенно удивительное, которое имело такие мощные корни. Это была дружба на всю жизнь. Потом барон Штепельц приглашает Сверчкова быть гувернантом у своей дочери. Дочь приемная в один прекрасный день, значит, в особняке, около особняка барона Штепельца обнаружили прекрасную корзину, где были розы, ленты. И там копошилось какое-то маленькое существо. Когда раскрыли, оказалась девочка. Эта девочка стала приемной дочерью барона Штепельца. Ну, по легенде, это дочь царя. Но это легенда, мы не знаем точно. Вот. И надо сказать, что потом, когда... В конце жизни Сверчков все свои работы, большую часть, завещает именно этой девочке. А барон Штепельц приглашает его, когда девочка исполняется 14 лет, быть гувернером и учить рисованию в эту девочку. И, как говорит Сверчков, я был приглашен в образе Румео. Вот. И была такая интересная история. Дальше Сверчков. Вот в Флоренции открывает витражную мастерскую. Он занимается скульптурой, чеканкой, прикладными искусствами. Доводит это все до совершенства. Ему заказывают, он очень увлечет живописи. Жизнь еще старых мастеров. Вот. И практически серия натюрмортов, это где-то завершающая часть его творчества, где он всю свою любовь к цвету, к свету выкладывает через изображение цветов, фруктов. Такое европейское изобилие. Как вы знаете, русскому искусству художников и киноартистов крайне мало. Там узнаем их русского, потом узнаем Петрова водки. И уже 20 век. А в 19 веке это достаточно маленькая история. И мы со своей студией взяли на себя такую замечательную миссию сделать копии, собрать и сделать копии Сверчкова. Потому что одна работа находится в Третьяковской галереи в Запасниках, другие находятся в Русском музее, какие находятся во Флоренции, Финляндии, по всему миру. А чтобы показать эту всю красоту, мы сделаем копии замечательного русского художника Владимира Сверчкова. Я еще раз благодарю вас за то, что вы пришли к нам на выставку. Посмотрите, найдите работу, которая вам больше всего понравится. Пообщайтесь с ним. Это все от чистого, от чистого, чистого сердца. Всех любим, будем надеяться на дальнейшие встречи. Вообще, любовь к искусству — это настолько чудесное чувство, которое помогает вообще жить, радоваться, любить. В общем, мы совершенно счастливы, люди, которые занимаются этим. Я делюсь своим знанием. Около 40 лет я собирала эти сведения. Буквально шаг за шагом, возможность за возможностью. А потом этой любви стало так много, что я решила делиться, и я решила ее отдавать. А вообще, эта техника потеряна, считается сейчас. И многие художники, и не художники считают, что это потеряно навсегда. Но если вы любому, даже самому авангардисту, авангардистовичу, скажете, техника старых кустеров, сердце его ёкнет. Если вам, может быть, кто-то хочет из учеников сказать, я буду рада. Спасибо, спасибо за ваш ответ. Спасибо. Мы так же, что это очень интересное. Действительно, как сказала Юрьевна, для многих художников секреты масляной живописи старых мастеров остаются неразгаданными. И если в целом этапы работы над картиной общеизвестны, то, собственно, секреты и приемы работы остаются в тайне. Арина Юрьевна много лет изучает искусство старых мастеров по крупицам, собирая знания из старых книг в беседах с реставраторами, копируя шедевры прошлого в музеях. Она не только разгадала многие секреты этой живописи, но и создала школу. И все желающие могут научиться этому мастерству. Зажигать сердца способны только люди, совершенствующиеся сами, развивающиеся как художники и как педагоги. Невозможно учить творить, не будучи самому творцом. И мой вопрос, что не каждый художник становится педагогом, способным передать свои знания ученикам. Скажите, а как вы пришли именно к педагогике, к передаче своей? Вы знаете, это был комплекс переполноценности. То есть я не могла бы ходить во двор и кричать, я знаю, как они писали, я знаю, что это такое. Ну, все бы получилось трагично. Поэтому единственный способ для меня сделать свою студию и преподавать людям, которые действительно этого хотят. Сейчас у нас около 50 учеников. Вы знаете, приходят люди, которые кисточки не держали. И как велика внутри душевная сила. Сколько на самом деле у нас есть то, чего мы не знаем. И надо только дать возможность кого-то немножко по головке погладить, кого-то подсказать, кого-то поругать. И вот она, вот она идет. Я потрясена сама работоспособностью моих учеников. Они действительно втягиваются, и это большие работники. И почти у каждого уже свои коллекции дома. Меня это очень радует. Спасибо. Каждая талантливая работа – это диалог двух людей. Волшебника, художника и зрителя, который оживает внутри, обогащается содержанием произведения. Особенностью изобразительного искусства является способность создавать для людей прекрасный мир. И мы сегодня это видим на нашей выставке. Я уверена, что сегодняшняя выставка, она позволит каждому из нас еще раз задуматься о том, а что в нас есть хорошее, красивое, а что мы можем привнести в этот мир и сделать этот мир еще краше. Я от всех наших кингисепцев благодарю вас в первую очередь, Арина Юрьевна, за ваш талант, за то, что вы, несмотря на трудности, находите возможность привести эти великолепные работы в наш провинциальный город, кингисеп, и на протяжении уже трех лет это делаете. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество с вами. Особые слова благодарности за то, что вы создали эту школу-студию, что уже сегодня к нам приезжают ваши ученики, которые, в своем роде, уже тоже мастера. И надеемся, что, возможно, вы нам приведете, проведете с нами мастер-класс, когда-нибудь, надеемся. И разрешите от нас, от сверху сердца, вручить вам букет и поблагодарить вас за сегодняшний день. В этом году, в этом году, в этом году, превратился в маленький бувр, в музей Орсе, в Эрмитаж. И работы, которые выставлены, на самом деле, в разных-разных музеях, сейчас встретились. И то, что когда-то было у художника в мастерской рядышком, опять воспоминания об этих работах вместе. Арина, а у вас на тюрьму в руках. Да, а у меня настоящая, настоящая жизнь, живая жизнь. Спасибо. Уважаемые гости, я буду называть вас друзья, потому что вы очень часто к нам приходите, за что мы вам признательны. Нам очень важно ваше мнение о сегодняшней выставке. Вот там на столике лежат книга отзывов и журнал, куда вы можете записать свои отзывы о сегодняшней выставке. Спасибо вам, за то, что вы пришли. Хочу сказать, что выставка наша будет работать до 7 мая, поэтому вы можете еще в первый раз прийти со своими близкими, родными, друзьями, знакомыми на нашу выставку. Мы будем очень рады встрече с вами. Субтитры создавал DimaTorzok